Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитье. Мы продолжаем тему нестандартной фигуры и сегодня у нас дошла очередь до таких особенностей, как узкие бедра и широкие бедра. Но прежде чем к этому приступить, давайте напомним нам общую классификацию. Вот так выглядят наши стандартные фигурки, если посмотреть сбоку и если посмотреть спереди. И мы говорили, что всего я классифицирую таких вот особенностей, отклонений как бы от нормы шесть таких вот основных деталей. Первое, например, это выступ живота. У нас может быть мы разобрали. Затем выступ ягодиц может быть у фигурки. Мы разобрали, что делать, что носить. Мы разобрали выступ лопаток, что делать, как строить базовую конструкцию, как ее нужно изменить и что носить при этом, какие акценты нужно расставлять при создании одежды. И мы разобрали выступ груди. Это четыре. Это четыре признака нестандартной фигуры. Всего их шесть мы говорили. Давайте посмотрим сюда и представим себе, что сбоку наша фигурка выглядит вот так. То есть никаких отклонений сбоку у нее нет. Но если мы посмотрим на нее спереди, то мы можем заметить, вот эта у нас фигура, вот эта фигура у нас стандартная, широкие бедра или узкая грудь, можно иначе сказать. А вот у этой фигурки наоборот. Широкая грудная клетка и достаточно узкие бедра. Так вот эти два признака нестандартной фигуры мы сейчас и размотрим, каждый по отдельности. Итак, у нас узкие бедра. Что нужно сделать для такой фигурки? Вот посмотрите, мерки 50, 40 и 50. То есть техническое задание у нас какое, да? То есть у нас верхний тип фигуры. Мы говорим, что основная масса сосредоточена вверху и мы шьем ей вот такую вот базовую конструкцию. Какие же изменения нужно сделать в этой базовой конструкции для того, чтобы силуэт получился у нас полуприлегающим или полуприталенным? Ну, с нагрудной выточкой мы ничего не делаем. Талиевой выточкой мы рассчитываем, как обычно. С плечевой выточкой мы, как правило, ничего не делаем. И очень часто мы понимаем, что имеем дело вот с такой фигуркой верхнего типа, когда начинаем выполнять контроль. То есть, если это фигурка верхнего типа, мы ширину сетки выбираем по груди. Грудь у нас 50. Так. И прибавка у нас была 5. Мы сделали 55. Хорошо. Построили. Потом, когда мы все рассчитали, вот простым карандашиком у меня нарисовано первичное построение базовой конструкции. А синеньким, это я уже выделила, то какое изменение мне пришлось сделать, добавить сюда. Так как у нас узкие бедра, а в профиль она у нас обычная, да, то мы должны, то мы по ширине сетки тоже получим 55. А нам надо всего 55 плюс 2. 3 сантиметра, то есть нам нужно 52. 3 сантиметра у нас лишних. И эти 3 сантиметра мы будем убирать в области бедер. Вот она лишняя ткань, где у нас появится. Полтора влево, полтора вправо. Вверх мы переоформляем эти выточки, так как они у нас уже оформлены к тем, что у нас уже оформлено. А вниз мы, естественно, это изделие будем немножко заужать. Потому что мы знаем, что при выборе формы одежды мы никогда не спорим с контурами фигуры. Если фигура верхнего типа, наша платьица надо немножко заужать к низу. И наоборот, если фигура другого типа. А теперь давайте посмотрим, какие акценты, где нам нужно расставить, если фигурка верхнего типа. Ну, прежде всего, грудку мы делаем поуже. Поэтому ей лодочка уже не очень пойдет. Лодочка будет расширять верхнюю часть. Мы делаем достаточно такой углубленный вырез, своеобразный часто вырез. И шьем ей такое платьице, зауженное к низу. Но, чтобы оптически расширить вот эту часть, мы применяем такой прием, как яркая полоса прошла. Включаются, так сказать, оптические иллюзии. Черное платье, белая вот такая полоса внизу. Я утрирую, конечно. Роль этой полосы, она не будет расширять вам это изделие физически. Но она будет вам расширять его оптически. То есть это называется оптические иллюзии. Когда мы яркую горизонтальную полосу, она и будет у нас вот таким вот акцентом, помещаем в то место, где у нас физически узкая часть нашего изделия. Роль этого акцента может играть что угодно. Оборки, валаны, какие-то складочки, как у меня вот здесь вот показаны. Какой-то эффект рыбки, эффект Гаде, вот этот вот эффект рыбки тоже всегда подойдет нашим фигуркам вот такого типа. Это могут быть какие-то аппликации, какая-то вышивка, какие-то вот такие вот интересные пятна, какие представлены вот в последней модельке. И все это будет работать на то, чтобы привлечь внимание вот к этой зоне. И вот этот цветок будет как бы ее поддерживать и отвлекать внимание от широкой вот этой вот грудной зоны. Видите, она какая чистая, какая она аккуратная, где и на ней нет ни одного акцента, и нет абсолютно ничего лишнего. Вот так я работаю с такими фигурками. Что еще? Еще у меня вот такой вот пример есть, например. Да, это тоже на эту же тему. Тоже на эту же тему. Ну и вот в этом месте, посмотрите, такая вот вставка, которая переходит в кармашки, да, она будет оптически у нас расширять зону бедер. Вот такие вот карманы, они будут оптически расширять нам зону бедер. А в этом случае такой вот асимметричный вырез и какая-то интересная вот такая вот история наискосок, да. Может быть разные ткани, может быть какая-то вышивка, опять аппликация какая-то, которая будет вот это все привлекать внимание вот сюда и отвлекать внимание вот от этой вот части. Вот так мы работаем с фигурками верхнего типа, если они у нас имеют такую особенность, как узкие бедра. И нам осталось рассмотреть такую особенность фигурки, как широкие бедра. Сбоку она у нас нормальная, вот такая, а спереди она выглядит, ну вот как средненькая девушка. То есть у нее узкая грудная клетка и вот такие ярко выраженные достаточно широкие бедра. Вот вам пример технического задания. И мы опять строим базовую конструкцию. Обратите внимание, грудь 55, а талия 65. На 10 сантиметров талия больше, не талия, простите, а бедра. Бедра 65. Вы знаете, что у стандартной фигуры, мы много раз с вами про это говорили, что у нас если 55 грудь, то бедра должны быть 55 плюс 4. Это, так сказать, условно типовая фигурка у нас была бы, да. А у нас 55 и 65 плюс 10. То есть явно нижний тип. Неважно за счет чего, в галифе у нас или просто вот такая вот история, да. Но получилась вот такая вот у нас фигурка. Мы, конечно, будем строить с вами ширину сетки по нижнему типу. По нижней части 65 мы прибавим, прибавка тут по бедрам у нас 0, вот я взяла, да. Прибавку по бедрам взяла здесь даже 0. Ну, ничего страшного, так тоже бывает. И когда мы начинаем проверять прибавку по груди, мы понимаем, что 65 плюс 0 ширина сетки 65. Значит, на прибавку по груди остается 10 сантиметров. А у нас прибавка по груди всего 5 сантиметров. Значит, 5 сантиметров у меня лишних. И мне их нужно, конечно же, забрать в области бокового шва на груди. То есть вот здесь вот синим карандашиком у вас показано, как я делаю. Оставляю эту выточку, оставляю вот эту расчетную выточку и просто корректирую вот так вот боковой шов. То есть оставляю слабину вот в этом месте. Сейчас одну секунду еще найду картинку, которая этому соответствует. Немножечко другую. Вот здесь вам более понятно. Видите, мы забираем лишнюю ткань в области груди по боковому шву. И тогда выходим уже на те прибавки, которые нам нужны. Ну и, коли уж я нашла эту картинку, покажу вам для противоположного. Только что мы разбирали силуэт, когда у нас узкие бедра. Мы опять забираем лишнюю ткань в области бокового шва, но в нижней части. И особенно мне хотелось остановиться вот на таком вот крое. Посмотрите, я предлагаю не просто в боковом шве, когда у нас вот эта разница идет значительная. В предыдущем примере, вот в этом, разница была, допустим, там 2-3 сантиметра. Вот. А у нашем примере целых 5 сантиметров. Тогда, в этом случае, при крупных, больших вот таких вот размерах, видите, что я делаю? Я как бы, как оформляю их. То есть я уменьшаю вот эту разницу, она была 5 сантиметров. А я 1,5 сантиметра с одной стороны убрала, вот в эту выточку, продолжила ее как полурельеф наверх. И 1,5 сантиметра вот здесь вот убрала. Как бы выточку талевую продолжила наверх, как полурельеф. Лишняя ткань у меня вот здесь оформлена и вот здесь оформлена. И на боковой шовчик у меня осталось всего 2 сантиметра. Вот видите, 2 сантиметра. Вот таким оформлением нашей базовой конструкции вот в таком виде было очень характерно для 50-х, 60-х годов прошлого века. Потому что тогда, в эти годы послевоенные, были в моде полненькие барышни. И очень много книг по домоводству содержало именно вот такие вот выкройки. Потому что такая фигурка считалась красивой, нижнего типа, с широкими бедрами. И чтобы эти широкие бедра красиво легли, мы с разных сторон подходим. Не только сбоку к ним, а подходим и немножко впереди, и немножко сзади. И еще оформляем приталивание вот в этом среднем шве спинки 1,5 сантиметра обязательно. Таким образом, коричневым цветом здесь показано, что я убрала вот эту вот классическую выточку, которую мы рассчитали для такой фигуры. Часть выточки ушла в средний шов спинки 1,5 сантиметра. Остаток ушел вот сюда, вот в этот полурельеф. Здесь я не оставила середину полочки как есть, просто саму выточку превратила вот в такой вот полурельеф. Ну и боковая выточка осталась такой, какая у нас была. Вот этот момент, он тоже достаточно подробно, со всеми циферками разобран везде на ютубе. Пожалуйста, на моем канале. Вы легко можете его найти и познакомиться с этим детально, не такой скороговоркой, как я говорю сейчас. Потому что сейчас моя задача просто показать, что делать, что носить, что шить вот таким вот особенным нашим барышням. Ну и давайте, разобравшись с этой фигуркой, посмотрим, как же нужно правильно расставлять акценты в том, вот в этом случае, когда мы имеем хрупкий верх и достаточно выразительный широкий низ. Посмотрите, очень хорошо будет наш акцент. Это вот такое вот платьице. Так как мы не можем, так как у нас нижний тип, мы обязательно расширяем свое платье снизу, потому что вот здесь у нас в такой юбочке прячутся все эти наши широковатые участки тела, да. А верх у них, как правило, бывает очень хрупкий, поэтому мы его хотим оптически расширить. Мы делаем вырез лодочку, мы делаем какую-то отделку по этому вырезу лодочки. Можно делать какие-то поясочки, ремешки, потому что талия бывает очень аккуратная, маленькая. Но в то же время, посмотрите, не очень будет хорошо, если мы вот к такой правильной основе пришьем вот такие широкие пышные рукава. Почему? Да потому что платье с такими рукавами сразу начинает приобретать широкую большую массу. Общая масса фигурки увеличивается. У нас и так широко внизу. Зачем нам за счет вот таких пышных рукавов делать эту ширину вот так вот еще и наверху тоже. То есть вот этот вариант нежелательный. Имейте это в виду, когда сочиняете, когда придумываете себе тот или иной фасон. Ну и плохо, конечно, вот этот вот последний вариант. Когда у вас множество вот в этом месте горизонтальных акцентов, так как у нас здесь широко, любой горизонтальный акцент в этом месте, любая какая-то оборки, складки, рюши и так далее, будут привлекать внимание к этой зоне и будут делать ее еще, конечно, шире. Плюс вот такие рукава. Посмотрите, как выросла масса этой фигурки по сравнению вот с таким лаконичным или вот с таким лаконичным. Вы скажете, какой рукав делать? Да простой рукав делать. Делайте рукавчик обычный, без всяких пышных вот каких-то бушев. Вот это у меня картинка есть идеального варианта. Посмотрите, какие-то рельефчики, вот плохо здесь видно, которые идут из горловины, да? Можно работать на тканях-компаньонах, бачки делать одни, центральную часть делать, другую. Это тоже сделает нашу фигурку уже. Лодочка вверху, чтобы горизонтально, оптически у нас появился вот такой вот эффект, да? Оптические иллюзии начали работать. Вот такая вот идея, немножко расширенного книзу платица. Ну и еще нижний тип в завершении нашей темы. Две верхних картинки, пожалуйста, обратите на них внимание, будет замечательно. И нижний тип, наоборот, верхний тип, две нижних картинки. Тоже будет все замечательно. Вот это уже на сравнении верхнего и нижнего типа. Ну вот, мои дорогие, мы закончили с вами обзор темы «Нестандартная фигура». Пишите, задавайте ваши вопросы, пишите, приходите на наши занятия, приходите в нашу школу. У нас широко сейчас работает, встала на рельсы, все как надо. Онлайн-школа, заочная школа для тех, кто не может посещать меня очно. Также у нас продолжает свою работу очная школа здесь, в Москве. Если можете, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, всем желаю успехов и добра. Будем учиться быть красивыми, знать свои особенности, учитывать их, создавать одежду для себя, такого плана, какая бы вас украшала, грамотно расставлять акценты, знать основные законы. И все у нас будет с вами хорошо. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко.